Продолжение следует... В основном, конечно, это были пациенты, которым было проведено эндопротезирование коленного сустава. Распределение по использованию раздвижных и нераздвижных протезов было практически одинаковым. С каждым годом количество органов, сохраняющих операции, разновидностью которых является эндопротезирование, увеличивается. И вместе с тем увеличивается и количество случаев, когда возникает у пациента по тем или иным причинам осложнение, с которым мы должны бороться. Классификация осложнений, естественно, проводилась по всем известным классификациям, предложенной Хендерсоном, но не в первую модификацию, а во второй, которая была модифицирована на комитете обществе ISOLS, куда была дополнена графа по педиатрическим осложнениям. Распределение было в основном более ровным, но хотелось бы отметить, что чаще всего, конечно, это встречались осложнения, которые были связаны с повреждением мягких тканей. Такое осложнение, как, например, дефект укрытия. Септическая нестабильность встречалась среди наших пациентов всего в четырех случаях, но, к сожалению, показатель дальше будет только расти. Как я сказал, мы взяли пациента с периодом наблюдений от шести месяцев и выше. Это осложнение, которое часто встречается и спустя год, и пять лет, и десять лет, и далее. Поэтому мы ждем увеличения данного показателя, к сожалению. Особенно у пациентов детского возраста, я попозже расскажу, почему. Структурные повреждения, которые в основном были представлены поломкой механизма удлинения. Это было самое распространенное осложнение среди наших пациентов. К счастью, надеюсь, что в будущем эта проблема будет встречаться все меньше и меньше, в связи с тем, что мы в последнее время используем эндопротезы развяжные последнего поколения. Такое грозное осложнение, как инфекция, отмечалось у девяти пациентов, и все девять пациентов получили двухэтапное ревизионное хирургическое лечение. Локальный рецидив отмечался у семерых пациентов. И заключительная графа по осложнениям – это те самые педиатрические осложнения, которые встречаются только у детей. Это блокировка зоны роста с появлением деформации по оси конечности, которая встречалась среди наших пациентов у троих. И, к сожалению, мы опять же ждем, что эта проблема будет встречаться все чаще и чаще по мере роста тех пациентов, которые были оперированы в шести, семи и восьмилетнем возрасте. И следующий пункт – это дисплазия сустава, которая развивается после эндопротезирования максимального отдела бедра, которая также отмечена среди наших пациентов в трех случаях. Это довольно серьезная проблема, которая довольно трудно оккупируется, трудно лечится. Таким образом, всего осложнения отмечались в 47 случаях, у 47 пациентов, что составило почти 18%. Это довольно высокий показатель, особенно если сравнивать его, допустим, с классическим первичным ортопедическим эндопротезированием, где частота осложнений колеблется в районе 5-8%, то мы видим, что эндопротезирование у пациентов онкологических – это более сложная вещь, которая чаще сопровождается развитием осложнений. Если посмотреть на мировую литературу, то мы видим, что этот процент коррелирует с их данными. Почему же все-таки возникает, а почему я дважды отмечал, что именно у детей? Во многом это связано с объемом резекции. Если мы посмотрим на голень ребенка 17 лет и на голень ребенка 7 лет, я специально взял максимальную голень как одной из самых сложных областей и областей, которые, по данным литературы, имеют более высокий риск осложнений. Потому что мы видим, что у 7-летнего ребенка выраженный дефицит мягких тканей, икроножный лоскут, который мы всегда используем для укрытия эндопротеза, у ребенка 7 лет намного меньше, в то время как у взрослого пациента, у подросткового пациента он намного крупнее. И если взять, можно сказать, классическую, наиболее часто используемую длину резекции, это 16 сантиметров, чаще всего среди наших пациентов в данной области встречается, то мы видим, что у пациента 17 лет это даже не половина сегмента, в то время как у пациента 7 лет это фактически 2 трети сегмента, остается всего лишь 5 сантиметров для интригулярной ножки. Таким образом, важной проблемой, сложностью у данных пациентов являются их тропометрические данные, а именно дефицит тканей, которые часто являются причиной асептической нестабильности, дефекта укрытия, но на данной фотографии причина краевого некроза это неправильно расположенный биопсийный тракт, но дефицит мягких тканей тоже, естественно, в развитии данной проблемы участвует. Ну и, конечно же, самое грозное, одно из самых опасных осложнений – это инфекция. Также возникает в результате дефицита мягких тканей. Дефицит мягких тканей ведет к инфекции. Инфекция, как правило, требует повторное хирургическое лечение, ревизия, которая приводит к еще большему дефициту мягких тканей и получается такой своеобразный замкнутый круг. В последние десятилетия появляется все больше исследований, которые утверждают, что отступ по неизмененным тканям возможен даже менее одного сантиметра. Все это, естественно, делается для того, чтобы сохранить максимально большой объем кости, максимально большой объем мягких тканей. Тем не менее, конечно, отступать менее сантиметра мы до сих пор не решаемся и стараемся, чтобы отступ в наших случаях был около двух сантиметров. Но, как я уже показывал на предыдущих слайдах, два сантиметра у маленького ребенка и два сантиметра у пациента взрослого или подросткового возраста – это большая разница. Незрелый скелет также является одной из особенностей и одной из тех вещей, которые создают нам довольно большие проблемы. Ребенок продолжает расти, отсюда бывают сложности конструкций, необходимость аккуратного обращения с зонами роста. Пока ребенок растет, появляется разница в длине конечности, что если его вовремя не корректировать, если, допустим, это раздвижной протез, его надо раздвигать, если не раздвижной, нужно корректировать стильками или ортопедической обуви. Но в любом случае, если разница есть, у пациента может возникнуть припадающая походка, что перегружает оперированную конечность и может приводить к развитию асоптической нестабильности. Также по мере роста ребенка может увеличиваться диаметр костно-мозгового канала, что также может приводить к развитию асоптической нестабильности, что потребуется, естественно, ревизионной операции. И, как я уже говорил ранее, для асоптической нестабильности, это уже показано не одним исследованием, дети и подростки — это повышенная группа риска, более высокая физическая активность, большая подвижность, приводит к тому, что у пациентов до 20 лет чаще возникает данный вид осложнения. Если говорить о причинах блокировки зоны роста, то здесь они могут быть разные. Не так много исследований посвящено данной проблеме, но специалисты сходятся во мнении, что это как незрелость скелета, это нарушение кровосабжения ростовых пластинок, именно зоны Долкруа. Также на блокировку зоны роста могут воздействовать, по мнению некоторых специалистов, продукты взаимодействия пары металл-поэлиетилен. Самое главное, что данная проблема очень часто не имеет симптомов и выявляется лишь рентгенологически. Из блокировки зоны роста с развитием деформации может вытекать другая проблема. На фоне деформации может возникать асептическая нестабильность импанта. Если говорить о причинах дисплазии сустава, субликсации головки, то здесь чаще всего причиной является отсутствие ремоделирования вертлужной впадины, возрастающая нагрузка на вертлужную впадину со стороны металлической головки эндопротеза, особенно, как я уже говорил, у более активных пациентов детского возраста, развивающиеся в послеоперационном периоде слабости отводящих мышц. Самое интересное, что мы наблюдали двух пациентов, у которых отсутствовали какие-либо жалобы. Ни болевого синдрома, ничего, только рентгенологический контроль выявил данную проблему. Хотя, конечно, основная жалоба у большинства будет это укорочение конечности. И на данной проблеме мне хотелось бы остановиться чуть подробнее, потому что большинство специалистов затрудняются в ее решении, фактически отсутствуют конкретные рекомендации, что в этом случае делать. Если когда развивается инфекция, практически все знают, что нужна ревизия, уже одномоментная или двухмоментная, каждый хирург может решить для себя сам, то для развития дисплазии сустава до сих пор не так много исследований. Кто-то использует отводящий ортез, отмечая его невысокую эффективность. Одной из самых эффективных методик лечения в данном случае, по данным литературе, является тройная остеотомия коститаза, которая помогает изменить угол наклона вертлужной впадины. Кто-то использует формирование крыши вертлужной впадины при помощи аллографта, однако специалисты отмечают более высокий болевой синдром после данной операции. И с 10-11 лет ряд специалистов предлагает пробовать установку вертлужного компонента. Мы все-таки пока останавливаемся на более травматичной, более инвазивной методике, такой как тройная остеотомия коститаза. Ну и в заключении хотелось бы, конечно, сказать, наверное, банальную фразу, что лучшее лечение осложнений – это профилактика их развития. Для того, чтобы их избежать, необходимо тщательное предоперационное планирование, работа со специалистами инфекционного контроля, аккуратная хирургическая техника с попыткой, но, естественно, с учетом соблюдения правил радикальности, сохранения максимального объема как кости, так и мягких тканей. И также рекомендуем избегать динамического наблюдения при развитии инфекции и асептической нестабильности. Для наиболее оптимального лечения пациенту необходим, конечно, междисциплинарный подход. Благодарим вас за внимание. Спасибо.